Тревожные новости нам пришли из Дзержинска. Дело в том, что люди в этом городе больше не могут жить под дулами автоматов, ведь оружие раздали откровенным бандитам. Сначала они на рынке у местных предпринимателей собрали по 500 гривен, потом похитили и требуют выкуп за местного зубного врача. Кстати, чем закончилась эта ситуация, мы как раз сейчас выясняем. Ну а деньги, полученные вот таким вот путем, идут на финансирование блокпостов. Вот что нам рассказала по этому поводу местная жительница, имени которой по понятным причинам мы назвать не можем. Днем платят 200 гривен за то, что ты стоишь там на этих баррикадах, ночью платят 400 гривен. Стоят и бывшие шахтеры, и бывшие рабочие, и молодежи очень много. Блокпосты стоят на всех выездах из города. Никто не имеет права распоряжаться жизнью других. И что мы все живем на Украине и против друга воевать, это все равно, что я приду сейчас и буду убивать своего родного брата. Ну а те же, кому 200 гривен за день или 400 гривен за ночь кажется мало, они пытаются как-то еще и подрабатывать. Они просто останавливают автомобили, в которых везут продукты и берут все, что попадается на глаза. К сожалению, милиция на произвол вооруженных людей никак не реагирует.